Турнир был классным, очень нехорошо проделана даже его связь с аниме, было прикольно видеть что-то новое в плане организации турнира, то что связанное с аниме тематикой, а так Виплей его очень хорошо сделал, хорошая сцена, все команды выходили под опенинги, что тоже было классно, ну и в целом все было на высшем уровне. Реально молодцы, ну то есть у меня такой контраст с турнирами, я просто на самом деле благодарен, как они это делают, как они относятся ко всему, в любое время ты можешь набрать, все помогут, сделают, нет, Виплеи реально молодцы, они заморочились, так и надо делать. Кто ин будет проводить? Perfect World, я думаю, хотя может ESL. Было много макро ошибок, которые не должны происходить, или возможно мы не такой огромный акцент уделяли им, когда мы играли раньше против более слабых команд, а команды на мажоре за них наказывают сильнее, и в результате чего играть уже после макро ошибок было тяжелее. Ну если честно, наша команда играет хуже в официальных играх, нежели мы играем на скримах, в связи с этим допускаются какие-то критические ошибки, которые обычно не происходят в наших играх. У нас был last peak, у нас было несколько опций, как мы могли, задрафтить. В этом пике у нас уже был герой, который нам может выиграть игру, это Lanaya, поэтому нам в принципе не нужен был кэрри, и мы решили зафлексить Марса на кэрри, взять кунку в хорошую игру на last peak, потому что была для него хорошая игра, и мы так играли на КВ, у нас был опыт таких игр, и думали, что все будет хорошо. Если говорить про спектру, то, во-первых, мы немного недооценили этого героя в плане его силы, это было связано с тем, что мы играли многие КВшки, и с нас тоже пикали спектру, и наш финрейт с этого героя, мы выиграли почти все игры против этого героя, и так казалось на КВшках, что его импакт в игру довольно слаб. Если говорить уже банально по играм, то я бы не сказал, что, конечно, спектра, она внесла свой импакт в игру, но я бы не сказал, что это был ключевой импакт, и мы проиграли все эти три игры из-за спектры. И, в моем понимании, в первой игре и во второй, в из-нигмы, там дело было не в спектре, а если говорить про третью игру в из-виче гейминг, то, если честно, у нас был проигран драфт, и было сложно играть, вне зависимости от керри героев и матчапов. Наверное, начнем в 11. Болельщикам, конечно, будет тяжело, особенно если мы начнем еще позже и будем играть до часа, до двух, завтра будет не день, поэтому только трушные фанасты останутся, мы лояльные. Но должно быть круто, ребята заряженные, очень веселые, в хорошем смысле имеется в виду, поэтому дадим бой, дадим бой. Если брать лично мое мнение, то я считаю, что система DPC не доработана. Да, возможно, нашей команде было бы лучше стартовать с группы, разыграться, как-то поиграть официалки, прочувствовать мету и так далее, нежели стартовать с плей-оффа. Но, в любом случае, я считаю, что это не оправдание для нашей команды. Пример тому является, что, условно, даже на первом мажоре в финале играют две команды EG и IG, а обе команды стартовали с плей-оффа, поэтому это не оправдание. Если говорить про наш стиль, то после первого мажора мы поняли, что играть так, как мы играли раньше, это немного неэффективно в рамках LAN-доты. И будет эффективнее пытаться играть активней. И если говорить на примерах, даже брать игры в Снигмы, то, в моем понимании, у нас там были хорошие стратегии. В первой игре это был Магнус плюс Урса, а во второй это была Ланая. Эти герои сейчас очень сильные на любой стадии игры. И это хорошие стратегии на давление, которые могут выигрывать и в лейте, если ими правильно играть и правильно использовать силу героев. В целом сейчас мне это позволяет играть в разные типы плей-стайлов, я бы сказал. Каждая команда играет по-разному, как ей удобно. Если говорить про нашу команду, то мета, которая сложилась на этом турнире, на нашу команду особо не повлияла. С чем мы приезжали, с тем мы, в принципе, и играли в плей-оффе. На примере Нигму можем посмотреть, что они играют активно, их четыре игрока любят играть в активную доту, что они делали всегда. И они постоянно прежат и бегут делать спейс вчетвером, играют активно. Если говорить про ЛЖД, то эта команда, наоборот, она уже долгое время играет в такую более размеренную пассивную доту через керри. И она в этом очень хороша, то есть это ее сильная сторона, она так и играет. Ну и так же условно ЕГЭ этой команде комфортнее условно давить, и они играют там в свою активную доту через давление. Их игрокам так комфортно и этой команде. Это если говорить про сильнейшие команды. То есть они подстраивают мету под свой плейстайл и играют так, как им комфортно. Вне зависимости от того, что берут другие команды. Все пять-четыре героя в кустах, и мы не сбежим эти кусты, хотя они соберут нас. Чтобы прибежать кусты, ты должен идти в линию первой. Я могу пойти в линию. А с этапи растагерами идти в меня, да? Я могу пойти. Скажите, я пойду в кусты, пройдите в падение фор. Они набрали их, они первые нападали, вы могли нападать первые? Да, если бы мы нападали первые, мы бы ехали. Игра парня еще, ну, если говоря, главной проблемой нашим типом, что они не ходят. Еще с конца 2020 года, когда мы выиграли Эпик Лигу, казалось, что у нас довольно мало проблем, что у нас все будет получаться, что все у нас нормально. Зашли на первый мажор в Сингапуре, поняли, что есть проблемы. Начали пытаться их решать. Мы их решали, но, к сожалению, темп решения проблем не был на том уровне, который нам нужен. И сейчас, после второго мажора, мы окончательно поняли, что все-таки нам нужна какая-то сторонняя помощь. Сейчас мы на финальной стадии того, чтобы найти человека, который нам поможет решить все наши проблемы. мнение со стороны, может, это даже может быть не игровой какой-то тренер, это тренер скорее по каким-то другим вещам, чтобы к интернетшналу все было у нас на высочайшем уровне. Начнем с того, что, ребята, Итичал просто, ну, если у них нету выигранных линий, Итичал просто в каплю. Да, да. Давайте их застонболим, застонболим Итичал активно через хороший мид. Да, мы можем больше, вот даже, вот мы забрали топ и мид тавер, почему мы даже не заходим вот на активнее в их лес? Потому что мы хотим типа счет нашли, да, да? Я в их лесу фармил, я в их лесу фармил, и потом я, в общем, вышел в мид тавер, чтобы... Мы должны бдфить, чтобы были на ферме. Я фармил их лес, меня там никто не контестит. А что, он уже сделал, знаешь, что делал? Он, короче, стоит пачку и динает у тавера. Без шуток, я без шуток говорю. Я стою в ***, я фармлю весь его лес, а он динает пачку у тавера своего. Хотелось бы сыграть больше официальных игр, если у нас будет такая возможность. Также у нас был план полететь в Китай, чтобы поиграть с китайскими командами, но это не факт, что сто процентов реализуемо, потому что там, чтобы полететь в Китай, в Китай нужно находиться две недели в каком-то рандомном отеле, и ты две недели изолирован в одной комнате. Ну, из Китая сложно получить визу тоже на интернешнл уже непосредственно. Просто будем делать выводы из ошибок, которые мы делали на этом турнире, и попытаемся их исправить к инду непосредственно. На самом деле, очень обидно вылетать с мажора и занимать 12 место. Очень хотелось хорошо выступить на этом турнире и показать себя. Но что есть, то есть. Хотелось бы поблагодарить всех фанатов за поддержку и извиниться также за такое выступление. В следующий раз мы постараемся показать себя лучше и занять хорошее место. Да, в нашей команде все еще не хватает опыта в определенных ситуациях. Но в любом случае, это отличный материал для работы в будущем. К главному трениру интернешнл. И мы постараемся сделать все, чтобы пофиксить все наши ошибки, которые мы только можем. Спасибо, что болеете за нас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»